Вопрос к аудитории. Кто хочет поговорить про стандарты кода? Окей, я думал, у нас будет, как всегда, лес рук в классе. Но, к сожалению, не всегда все относятся с должным уважением к этому вопросу. И поэтому я предлагаю нам посмотреть одно замечательное видео. Продолжение следует... Продолжение следует... 37 секунд into the launch, the onboard computers decided 501 was 90 degrees off course. И так, 10 лет и 7 миллиардов долларов потрачено на эту разработку. 4 полуторатонных спутника и ракета-носитель превратились в конфетти в 1996 году. А вину свалили на программистов. Практика не устает доказывать, что в любом ПО самая главная уязвимость – это человеческий фактор. И неважно, появился баг из-за нехватки квалификации у специалистов, или пережил долгие часы дебага и QA, и Quality Assurance, или считался хитро замаскированной фичей. Среди некоторых разработчиков даже сложилось такое мнение, что баги, в принципе, есть всегда и везде. И в идеальной ситуации баги исправляются сразу, но должны исправляться сразу, но всегда у менеджмента есть очень много более других интересных задач, поэтому полный багфиксинг, рефакторинг всегда откладывается и так далее. И вот эти отложенные баги являются некоторыми бомбами замедленного действия. Но предотвратить некоторое количество этих бомб и багов можно, следуя код-стандартам, паттернам, практикам написания кода и автоматизации проверки кода. Той темы, которую немного затронул предыдущий спикер. Об этом и поговорим. Сразу скажу, что в том летательном аппарате не было людей, там были только спутники, поэтому, слава богу, никто не пострадал. Начнем с истории. Итак, познакомьтесь. Это Стик Бекен. В ноябре 1999 года у него родилась дочь. Вместо того, чтобы отправиться в бар с друзьями, он решил написать немного кода. И у него это неплохо получилось. Настолько неплохо, что впоследствии этот код стал основой Peer. Peer — это первая библиотека классов PHP, распространяемых через пакетный менеджер, почти как композер в наши дни. В нем были хорошие стандарты кода, и этот проект был настолько успешен, что в 2002 году вошел в состав PHP. Коды летели, PHP успешно развивался, и начали появляться фреймворки. Их становилось все больше и больше, и у каждого из них были свои код-стандарты. И в какой-то момент было принято решение организоваться в специальную группу, которая будет путем открытого голосования создавать стандартные рекомендации к написанию кода на PHP. И так появился проект, который называется PHP FIG. В данный момент 37 разных библиотек, фреймворков и CMS входят в состав этой организации, и они начали разрабатывать стандартные рекомендации. Это происходило примерно следующим образом. Голосуем за PSR 0, который регулирует стандарт автолоидинга. Да, голосуем за PSR 1, который регулирует основные стандарты PHP. Все говорят, да, голосуем за PSR 2, который регулирует стандарты написания кода. Да, ну и на шестом и седьмом PSR в Symfony и L'Arvel сказали no. И они дальше опять принимают какие-то новые стандарты, а Symfony и L'Arvel опять говорят no. И говорят, нам не нравится, как у вас тут все происходит, и поэтому мы уходим. А все говорят, оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас. И что ж, они нас покинули, очень жаль. И нашлепали еще 10 новых стандартов. Ну а что ж, наш любимый WordPress. Приходит и спрашивает, ребята, чем занимаемся? Они такие, ой, мы принимаем рекомендации. Он такой говорит, я напишу свои. И написал DPHP, CSS, JavaScript, HTML, которые в принципе основаны на рекомендациях Peer. Конец истории. Возможно, все было не в точности, так как я рассказывал, но идею вы поняли. И дальше мы переходим к теме вопроса. Пробежимся по конспекту. Кто не знает, кто забыл. И посмотрим, какие стандарты WordPress основные у нас есть. Начнем с PHP. Всегда используйте полные теги PHP. Не используйте сокращенные. Используйте реальный символ табуляции для отступов, а не пробелы. Всегда ставьте пробелы после запятой. С обеих сторон логических операторов, стринговых операторов, операторов присваивания. Ставьте пробелы с обоих сторон закрывающих и открывающих скобок. Между аргументами, функциях, когда выполняете логические операции, когда вызываете функции, ставьте пробелы. В названиях, файлах и переменных используйте только символы нижнего регистра и подчеркивания для названий переменных, фильтров, функций. И никогда не используйте camelCase в PHP. У классов, правда, первые буквы заглавные в каждом слове. Если название класса аббревиатура, тогда все в верхнем регистре. Констакты все в верхнем регистре, а названия файлов, так же, как и переменные, все в нижнем, но через defice. Если в файле класс, начинается файл обязательно класс, и defice, и название самого класса. Важный момент. Читаемость кода важнее его краткости и крутости. И используйте Yoda-выражение, Yoda-conditions. Идем дальше. HTML. Все теги должны быть закрыты. Даже если это не парный тег, у него должен быть обратный слэш. Все теги и атрибуты в нижнем регистре. Все атрибуты должны иметь значение, и они должны быть в кавычках. При смешивании HTML и PHP соблюдайте логическую структуру. Опять же, используйте табы, а не пробелы для отступов. Следующий момент. CSS. Опять же, используйте табы, а не пробелы. Каждый селектор должен быть с новой строки. Закрывающая скобка на уровне с открывающей. И самый мой любимый в CSS стиле в селекторе должны быть в определенном порядке. Приблизительно можно их разбивать на такие логические группы. Или по алфавиту. Тоже допускается. И последнее. JavaScript. Отступы. Табуляция. Используйте отступы там, где вам кажется это правильным и удобным для того, чтобы разделить логическую структуру и вообще код. Потому что все равно все будет минифицировано в конечном счете, и это ни на что не повлияет. Скажите, уже пора сказать var в JavaScript. До свидания. Уже используйте const и let. Переменные названия функций. Это полные слова, но в формате уже camel case. Длинные цепочки разбивайте на один вызов, одна строка. Легко, правда? Уверен, где-то там вдали есть человек, который сидит и думает, ой, Вова, перестань, что я буду сейчас с линейкой бегать, вот эти вот отступы вымерять. Когда уже там обед и следующий спикер. У меня для вас хорошие новости. Подождите. Обед будет, следующий спикер тоже скоро. Но все это делать вручную не обязательно. И мы переходим к тому, что большую часть этой рутины и можно автоматизировать. Если вы используете Git Composer, то после установки вот этих замечательных инструментов это все будет проверяться и проходиться автоматически. И говорим к автоматизации. Какие у нас есть инструменты? Предыдущий докладчик затронул. Я буду использовать более устоявшиеся базовые. Итак, у нас есть PHP-Lint, который в принципе проверяет код на ошибки, на обычные ошибки, то есть где-то незакрытые теги, кавычки и так далее. Следующий инструмент – PHP-CPD, который ищет в коде в вашем, в папке, в теме дубликаты кода и сообщает вам, что эти функции очень сильно похожи, возможно, их стоит объединить. Следующий инструмент – PHP-Mass Detector. Ищет возможные ошибки, неоптимальный код, сложные выражения и неиспользуемые параметры, методы и свойства. И очень мощный инструмент – это PHP-Code Sniffer со стандартами для WordPress. Он проверяет код на соответствие стандарта WordPress, проверяет все эти отступы. Кроме того, там есть разные варианты, разные правила, которые могут проверять только основным стандартам. Могут проверять, насколько документацию вы пишете хорошо. И также есть расширенные правила для проверки, когда кто-то использует функции устаревшие или запрещенные, например. Также есть возможность код-сниферам проверять, насколько ваш код соответствует версии PHP, на котором вы собираетесь его запускать. То есть вы будете видеть, что этой функции в этой версии, например, нет. И очень полезное дополнение к код-сниферу – это код-бьютифайер и фиксер, который автоматически будет расставлять вот эти нудные пробелы там, где они нужны. Соответственно, большая часть ошибок будет автоматизирована, большая часть исправлений будет автоматизирована. Все это легко установить. Буквально на каждые из этих инструментов одна команда в композере, и у вас уже есть набор инструментов, которые вам позволят писать код лучше. Саму проверку кода можно автоматизировать, используя, например, вот эти пакеты с GitHub, которые что делают? Когда вы установили набор этих инструментов с помощью вот этих двух пакетов, ну и есть остальные, вы можете подключиться на хук в ГИТе. И когда вы будете коммитить ваш код, вот эти два инструмента будут по очереди запускать все инструменты, которые я раньше сказал, и они будут проверять ваш код. Если есть какие-то проблемы, то коммит просто не произойдет, вам вернется ошибка. Таким образом, это можно автоматизировать. Давайте посмотрим. Сейчас я покажу, как это работает у меня, и потом на видео, а потом все объясню. Для примера возьмем горячо любимый, самый известный планин WordPress. Какой? Hello Dolly, конечно же. Смотрим видео, я потом все объясню. Здесь мы проверяем, запускаются утилиты, и вот мы видим, что в этом плагине в соответствии с теми правилами, которыми указали, 49 ошибок. И вот как это происходит. Значит, сначала здесь я просто смотрю, какие файлы я буду добавлять, то есть что будет коммититься. Дальше запускается PHP-линг, который проверяет, что нет ошибок. Их нет. Запускается Copy and Paste Detector, тоже проверяет, что их нет. Потом запускается проверка на код стандарты и на правила, и находит 49 ошибок. И вот вы видите, есть полное описание этих ошибок в большинстве случаев. И есть вот такие вот иксы, которые говорят о том, что код Beautifier может автоматом исправить эту ошибку. И запуская код Beautifier и Fixer, 36 из этих ошибок фиксятся. То есть это все, что связано с отступами и так далее. Таким образом, у нас остается 13 ошибок, на которые стоит обратить внимание. Ну и вот в данном случае, например, используется функция mtRand вместо рекомендуемой wpRand и так далее. Не используется экранирование вывода и тому подобное. И давайте подведем итог. Пишите код красиво, используя стандарты. Пишите код правильно, используя проверенные готовые решения и паттерны. Пишите код без ошибок, используя средства для проверки качества кода. Титры и сцена после титров. Что же, собственно, произошло с F-22? Итак, 12 истребителей стоимостью 140 миллионов за штуку отправились в первый международный вылет в Окинаву, в Японию. И все шло замечательно, пока эскадрилья не пересекла линию даты, линию смены дат, даже смены дней. И после пересечения этой линии все 12 истребители одновременно выдали сообщение об ошибке, потеряли доступ к своим приборам, к связи и так далее. В конце концов удалось посадить. В чем же, собственно, была ошибка? Проектировщики забыли учесть вопрос пересечения линии дат, и им просто не пришло в голову, что в какой-то момент нужно отнимать или прибавлять сутки. Собственно, у меня все. Спасибо за внимание. Желаю вам хорошего кода, и спасибо, что дослушали до конца. Вот там. Скажите, пожалуйста, а какую IDE вы для разработки используете? PishPishTorm. А он вроде умеет это все делать. Да. Спасибо. Ну просто не все используют PishPishTorm, и поэтому было показано из терминала, когда все работает. Спасибо за доклад. Владимир, расскажите нам интересный случай. Какую ошибку вы допускали в своей карьере, которую можно было бы избежать с помощью этих инструментов? Спасибо, Максим. В принципе, скажу сразу, что желание писать качественный и красивый код у меня давно, поэтому все, что я пишу, оно как бы по умолчанию проверяется. Я, честно говоря, не вспомню никого такого случая, чтобы что-то сильно сломалось. Извини. Не обрадую тебя. Спасибо большое за доклад. Я использую PishPishTorm, WPCS, но есть проблема. Проблема заключается в том, что нет подобного линтера для HTML кода, для JavaScript кода и для CSS кода. Скажите, пожалуйста, вы чем-то таким используете? Вы пользуетесь? Ну, тут может быть аудитория мне поможет, но, по-моему, и нету. Я вот, кажется… Ну, просто это устоявшиеся довольно инструменты, но пока вот для фронт-энда нет ничего абсолютно. Ребята, качество CSS? Да, на соответствие CSS, HTML… По-моему, я что-то такое видел. Ну, я лично не использую для PHP, HTML и CSS. Ой, шори, для HTML, CSS и JavaScript. Спасибо. Но мне кажется, я где-то видел такие инструменты. Давайте поищем их вместе. Есть они. Я не видел, пока еще не разработали правила, видимо. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Насколько часто меняются и обновляются именно стандарты WordPress, и что делать с теми продуктами, которые уже были созданы? То есть надо подтягивать их и обновлять все под новые стандарты? Ну, это все… Спасибо за вопрос. Это все зависит, конечно, от возможностей клиента, бюджета и так далее. Насколько часто меняются, я не знаю. То есть есть официальная страница, куда можно заходить и периодически просматривать. Но учитывая, что есть вот эти вещи для JavaScript с const и let, то все там достаточно актуально. И, безусловно, там есть история, я думаю, видно, где как что менялось. Что касается… Я думаю, что периодически стоит уже написанные продукты пропускать через проверку, потому что, возможно, были найдены какие-то уязвимости, и так вы сможете обнаружить. Поэтому я бы советовал периодически проверять.